Поведение насекомых Восемь часов, а сейчас у меня такая очень сложная задача 30 минут это все ужать, но то, что я успею, я попробую рассказать. Следующий слайд, пожалуйста. Сначала давайте вспомним про понятие тоталитаризма, то есть это явление, которое появляется в 20 веке, и сам термин появился в 20-е годы прошлого века. Вел его итальянский политический деятель, публицист Джованни Аминдолло, и им он хотел подчеркнуть, что политический режим, который возник в Италии, то есть итальянский фашизм, он кардинально отличался от авторитарных режимов, которые существовали в прошлые века. То есть было самодержавие, конечно, были деспотии, тирании, но талитаризм – это явление именно 20 века. И особенность его в том, что талитарное государство, оно вмешивается в том числе в личную жизнь людей и в их сознание. То есть талитаризм, он не просто заставляет людей ограничивать в каких-то частных областях свою деятельность, но он полностью перестраивает сознание человека. Ну, классический талитарный режим – это фашистская Германия, фашистская Италия и Советский Союз времен Иосифа Виссарионовича Сталина. Но если вспоминать эти периоды, то что поражает в это время, что, в общем-то, обычные люди, они совершали действия, которые никак не укладываются в понятие обычной общечеловеческой морали. Это было совершенно как бы невозможно представить, что, скажем, простые немцы, они будут убивать евреев и сжигать их в крематоре. Что, скажем, там простые российские люди, они будут служить в НКВД, служить охранниками, а другие простые советские люди будут писать доносы на своих друзей и близких. Ну, а третьи будут отрекаться от своих родственников, когда их арестовывают. То есть это говорит о том, что сознание людей очень сильно перестраивалось. Ну, это одно из применений термина, который относится именно к государственному устройству. Но потом появилось еще понятие талитарной секты. Исследователи, которые изучали влияние сект, то есть эти секты могли быть религиозными или психологическими, то есть не так важно идеологическое содержание. Но общее было то, что была похожая система управления, и все они используют так или иначе промывание мозгов. И в конечном итоге поведение людей в этих сектах, оно очень сильно меняется, то есть изменяется прежняя личность. Ну, я думаю, что там, наверное, многим случаи известны, которые в талитарных сектах происходили. То есть обычно заканчивается, кроме того, что люди психически меняются, эксплуатации людей, там финансовые, сексуальные. Ну, и были более даже трагические события. Вот, наверное, помните те акты, которые провела японская секта умсинрикё. Распыление удушающего газа в метро. То есть как бы вещи, которые выходят за пределы обычного понимания. Ну, и, собственно, психологи, они ещё с начала 20 века, примерно с 20-х годов, стали интересоваться этим явлением. И почему, казалось бы, обычные люди, они с воодушевлением принимают талитарные организации. Ну, сначала государство, а потом, скажем, секты, которые, по сути дела, являются такой маленькой моделью талитарного государства. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, я рискну сделать такое небольшое обобщение, потом, я думаю, будет понятно, почему я его делаю. Всем, наверное, известна пирамида Маслоу, что обычно у людей, у них потребности выстраиваются в некую иерархию. То есть в первую очередь человек думает о биологических потребностях, о еде, питье, сексуальной удовлетворённости, сне и так далее. На втором месте, если человек более-менее сыт, он думает о безопасности и стабильности. Далее идёт потребность в принятии со стороны других принадлежности. Далее потребность в уважении своей личности. И далее потребность в самоактуализации, самовыражении, самосовершенствовании. Ну, если так это переносить на модель талитарного общества, то в авторитарных обществах зачастую люди, они фиксированы, вот, скажем, на трёх нижних уровнях. То есть первое, что они хотят, это стабильность, ну и даже более сильная потребность, это потребность в принадлежности. То есть этот калитарный режим, они, собственно, декларировали, что нужно подчинить себя великому целому для того, чтобы это целое процветало, а личность – это некий винтик. Ну, если почитать труды, например, идеолога итальянского фашизма Джованни Джонтелло, это целая поэзия, он очень красиво говорит о том, что смысл жизни человека обретается, если он подчинит себя целому, что творческий акт, он совершается только единицами, вождями нации. Ну и похожая идеология, она, собственно, во всех талитарных режимах прослеживалась, и в нацизме, и в советской идеологии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну или можно сказать, что у человека есть две важные потребности, которые иногда конфликтуют. Это потребность в появлении индивидуальности, индивидуации, как ты называл Карл Густав Юнг. И другая потребность, пожалуйста, следующий слайд. Это потребность в афилиации, то есть потребность в принятии. Причем эта потребность, она биологически обусловлена, то есть были проведены наблюдения и над животными, и над людьми. То есть, что касается людей, то было замечено, что если маленький ребенок-младенец не получает эмоционального внимания, то не развивается ни интеллектуальный, ни физический, и зачастую даже погибали такие дети. Во всяком случае, полноценная личность у них не развивалась, у них были проблемы в общении с другими людьми. И далее, что любопытно, было проведено много экспериментов, которые подтвердили, что потребность в принятии, она у людей очень сильная. Пожалуйста, следующий слайд. То есть психология называется конформностью или конформизмом. То есть конформизм – это стремление подчиняться воображаемому или реальному давлению группы. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и в этом плане классическими были эксперименты американского психолога Музафира Шерифа и несколько позже эксперименты Соломона Аша. Я немножко остановлюсь на экспериментах Соломона Аша. Эксперимент был очень простой. То есть приглашали к эксперименту студентов и говорили, что у них будет проверять зрение. В группе садилось 7 человек, им раздавали картинки с линиями с разной длины. И вопрос заключался в том, нужно было найти две линии одинаковой длины. Но секрет был в том, что 6 человек из 7, они были актерами, помощниками экспериментатора. И в третьей пробе они давали заведомо неправильный ответ. Они называли две разные по длине линии одинаковыми. И естественно, что у 7-го происходила такая вот как бы ошибка в мозгу. Ну и как вы думаете, как обычно люди отвечали на вопрос, когда их спрашивали, какие линии одинаковые, какие нет? Как и актеры, да. То есть, три четверти испытуемых, они хотя бы раз демонстрировали реакцию конформности. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, к сожалению, нет времени долго останавливаться на этих экспериментах. Вот кому интересно, я бы советовал посмотреть фильм «Я и другие». То есть, в роли экспериментатора там выступает Валентина Мухина, нынешний академик, тогда она еще молодой научный сотрудник в этом фильме. То есть, фильм, он был сразу запрещен к показу в СССР, потому что слишком как бы прозрачна была, как работает обработка людей, как работает пропаганда. И потом были повторные экранизации. Пожалуйста, следующий слайд. 2010-го года повторная экранизация с повтором тех же самых экспериментов. И 2014-го года экранизация обыкновенной зомби. Там были усложненные эксперименты. Следующий слайд. К сожалению, по-моему, не очень четко видно. Издали. Можно здесь видео запустить. Так, а звук, похоже, не воспроизводится. Ну, хорошо, тогда остановите. Я поясню на словах, что там происходило. То есть, там были такие эксперименты. На стол выставлялись две пирамидки, белые и черные. И группа актеров говорила, что обе белые. И обычно последний участник соглашался, что пирамидки белые. Потом эксперимент усложнили. Вот лицо молодого человека. Группе показывали фотографии разных людей. И нужно было найти две фотографии одного и того же человека. Но группа заранее договаривалась. И они показывали на фотографии мужчины и женщины. Но, тем не менее, очень многие соглашались. Ну, это вот как бы лицо одного испытуемого, который смотрит на фотографии и в конце говорит, что да, это один и тот же человек. Его спрашивают, вы убеждены? Он говорит, да, я убежден. Потом их спрашивали, почему вы так поступали? Они говорили, ну, я не хотел расстраивать людей. Если бы был более принципиальный вопрос, я бы, конечно же, не согласился. Ну, трудно в это поверить. Пожалуйста, следующий слайд. Это фильм из фильма «Обыкновенные зомби». Ну, тот же самый опыт, только с шариками. Следующий слайд. Следующий. Ну, Соломон Аш так комментировал результат своих опытов. То, что довольно интеллигентные, добросовестные молодые люди были готовы называть бело-черным, является тревожным обстоятельством. Это поднимает ряд вопросов о наших методах образования и о ценностях, определяющих наше поведение. Следующий слайд. Еще один знаменитый эксперимент, который обвинялись в свое время в неэтичности. Американский психолог Стэнли Милгам решил исследовать, почему немцы, обыкновенные немцы, они принимали участие в истреблении евреев, как они могли выполнять приказы убивать невинных людей. И он решил сначала на американцах обкатать такой простой эксперимент. Он сделал макет прибора, генератора тока, и на нем была гардерировка от 15 вольт до 450. Причем было подписано, что слабый удар, средний, очень опасный удар. Было подано объявление, ну и добровольцы приходили, за небольшое вознаграждение не могли поучаствовать в эксперименте. Им говорилось, что исследуется влияние боли на память. И второй участник – это был актер. Ну, естественно, что главный испытуемый об этом не знал. Ему говорили, что вы будете давать ему задания, если он отвечает на них неправильно, вы нажимаете на рычаг. Так, поведение актера было подстроено, то есть он периодически давал неправильные ответы. И где-то к середине вот этих отметок он начинал кричать, жаловаться, что он больное сердце, бить ногами в стену, и потом замолкал. Но экспериментатор настаивал, чтобы учитель, он продолжал подавать разряды током, потому что молчание оценивается как неправильный ответ. Ну, и как вы думаете, сколько людей отказалось продолжать эксперимент? Ну, так, предположительно. Ну, не около нуля. То есть две трети, они дошли до лучших отметок. То есть предварительно, когда Стэнли Милграм спрашивал экспертов, сколько по их прогнозам людей выполнит задание, то оценки были 1-3%, но в реальности получилось все наоборот. У Милграма была идея потом поехать в Германию, провести эксперименты там, но когда он получил такие результаты в Америке, он сказал, что мне не нужно ехать в Германию. Я нашел слишком много повиновения здесь. Следующий слайд. Так, следующий. То есть посмотреть на этот эксперимент вы можете в фильме Стэнли Милграма, документальный фильм «Повиновение», где показано поведение двух человек, один, который отказывается выполнять инструкции, и другой, который соглашается. Те, кто соглашались, они испытывали очень сильный внутренний конфликт, но под давлением авторитета экспериментатора, тем не менее, выполняли задание. И таких казалось большинству. Следующий слайд. Еще один знаменитый эксперимент – это Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбарда. Суть его состояла в том, что были приглашены студенты-добровольцы для того, чтобы поучаствовать в такой игре. Нужно было разделиться на две команды – на тюремщиков и заключенных. Распределение совершено случайным образом по жребию, то есть не было кофе-специального отбора. Но результат они потом подресли экспериментаторов. То есть если первый день проходил более-менее мирно, то на второй день тюремщики, они, в общем-то, стали проявлять все признаки садизма. Ну, здесь вы видите одну из фотографий эксперимента. Ну, хотя никто не был знаком с криминальным миром из испытуемых, были отсеяны люди, у которых были агрессивные наклонности. Ну, а то, что они делали, собственно, повторяло то, что обычно используют для издевательств в тюрьмах. То есть они сеяли розы между заключенными, устраивали всякие наказания, например, лишали их матрасов, запирали в карте, заставали раздеваться, мыть унитазы голыми руками, ну и так далее. То есть было много как бы такого унижения, ну и эксперимент его достаточно закончили на шестой день, хотя планировалось две недели его продолжать. У двух людей случился нервный срыв в процессе эксперимента. Ну и в целом вот это как бы потрясло экспериментаторов и привело к нервному срыву у многих участников, кто был заключенными. Те, кто были тюремщиками, они, наоборот, получили удовольствие, были разочарованы, когда эксперименты срочно остановили. Ну, собственно, что хотел сказать, этим Филипп Зимбардо, что любого человека, поставив определенные обстоятельства, можно заставить делать такие вещи, которые он никогда бы не стал делать в обычной жизни. Если людей поделить на группы, где одни будут, скажем, тюремщиками, начальством, другие подчиненными или там заключенными, то могут проявиться совершенно неожиданные черты поведения. Следующий слайд. Ну и как комментировал Филипп Зимбардо, это, что зло в мире происходит, когда мы отказываемся от личной ответственности, когда мы вступаем в команду и думаем, что на нас ответственности нет, что то, что мы делаем, оно как бы оправдывается общей целью. Ну, это очень похоже на мышление людей, которые принадлежат к тоталитарным сообществам. То есть, в принципе, как бы, когда нацистских преступников судили, они обычно говорили, что мы просто выполняли приказ. Мы, на самом деле, очень хорошие, добрые люди, но так оно и было в повседневной жизни. Но, тем не менее, совершали преступление, потому что считали, что начальство им приказало, и они просто выполняют свою работу. Следующий слайд. Еще один очень любопытный эксперимент был проведен в Америке школьным учителем истории Роном Джонсом, который организовал, ну, как бы такую вот группировку в своем классе. Когда класс дошел до темы нацистской Германии, его спросили, как могли простые немцы совершать, ну, с одной стороны, убийство евреев, а с другой стороны, другие немцы говорили, что об этом ничего не знают. И он решил несколько дней посвятить тому, чтобы эту идею до них донести. Не буду подробно рассказывать об эксперименте, потому что нет времени. Ну, суть была в том, что он постепенно внедрил им некоторые идеи. Сначала он объяснил, почему нужна дисциплина, и чем она полезна, и его ученики вдохновились этим очень сильно. Он заметил, что их поведение изменилось. Даже самые пассивные ученики, они стали очень заинтересованными. На второй день он объяснил силу общности, что общность – это очень хорошо, потому что индивидуализм приводит к конфликтам. А когда люди действуют сообща, это приводит к лучшим успехам в обучении и так далее, и так далее. Далее он объяснил силу действия, то есть он назначил людей, которые будут доносить о критике движения «Третья волна». Поручил создать герб. Что его больше всего поразило, что многие ученики не брали на себя обязательства добровольно. Скажем, он попросил двух человек заниматься доносительством, но вызвалось 20. И многие придумали для себя всякие задания, чтобы быть полезными «Третьей волне». Ну и потом он решил, что эксперимент пора заканчивать, но он сделал драматическим образом. Он на следующий день рассказал ученикам о силе и гордости. Он сказал, что в действительности вот наша группа, причем интересно, что его класс увеличивался каждый день, приходили новые люди, чтобы поучаствовать в «Третьей волне». Это часть национального движения, и скоро у нас будет выдвигаться свой кандидат в президенты, который проведет радикальные политические преобразования, что завтра его покажут по телевизору. И в зале собралось 100 человек. Все ждали выступления, и когда появился белый экран, Рон Джонс объяснил, что вы поддались на манипуляции, никакого движения нет, но вы поступили так же, как поступали рядовые жители нацистской Германии. Вы променяли свою свободу на дисциплину и порядок. Это вызвало шок у учеников, то есть они многие были потрясены, уходили в слезах. И 10 лет Рон Джонсу не оглашал результаты этого опыта, чтобы это негативно не сказалось на его учениках. Только в конце 70-х он написал книгу. Ну и описал в своей книге этот эксперимент. Следующий слайд. Ну, опять-таки, кому интересно, есть художественный фильм. Эксперимент 2. То есть вот можете его посмотреть. Следующий слайд. В общем-то, те эксперименты, которые я привел, они говорили о том, что любого человека можно заставить подчиняться авторитетам или подчиняться давлению группы. Ну, не все исследователи были с этим согласны. Например, другая линия исследования, она заключалась в том, чтобы выявить особые черты характера, которые делают людей более податливыми влиянию авторитарных и авторитарных лидеров. И в этом контексте был описан так называемый авторитарный характер или авторитарная личность. Считается, что такой тип личности он формируется, когда в семье есть авторитарный отец и эмоционально дистанцированная мать. То есть в этом случае ребенок, он склонен идентифицироваться с авторитетом отца. В силу того, что его подавляют, у него есть очень много агрессии, гнева, которая смещается на другие замещающие объекты. Ну, скажем, для жителей Германии это были цыгане, евреи, коммунисты, либералы. Ну, такой традиционный набор козлов отпущения для протифашистских обществ. И в 1941 году Эрих Фром в книге «Бегство от свободы» описал качество характера, который формируется в таких условиях. То есть акцентированные отношения к власти и силе построения двухполярной системы отношений. То есть человек, он в своем восприятии делит всех людей рефлекторно-фотоматически на сильных и слабых. Кто сильнее его, кому нужно подчиняться, и кто слабее, кого нужно подчинять. Ну, Фром здесь это сравнивает как бы с восприятием пола. То есть обычно люди, они по полу дифференцируют людей, там, девочки, мальчики. Авторитарная личность, она дифференцирует прежде всего по силе. Еще одна характеристика авторитарной личности это убежденность, что жизнь определяется силами, которые лежат во вне человека, что я ничего не решаю, есть какие-то силы или общество, или лидер, или силы природы, которые определяют мою жизнь. Ну, как пояснял Эрих Фром, что Гитлер, хотя он обладал грандиозной властью, тем не менее, он считал, что подчиняется силам природы, неким естественным законам. Следующий слайд. Ну и, кроме того, авторитарной личности свойственны такие черты, как деструктивность, которая проявляется в тревоге, скованности, чувстве бессилия, и автоматизирующий конформизм. То есть любопытно, что авторитарность, она очень часто соседствует с конформизмом. То есть авторитарные личности с одной стороны стремятся власть, а с другой стороны очень охотно подчиняются, если видят сильного лидера, того, кого они воспринимают более сильно, чем они сами. Ну и, собственно, как бы приверженность авторитарных личностей авторитарным формам правления, тоталитарным системам, она на чем основана, что человек идентифицирует из себя с некой силой, которая больше его. То есть сам по себе он маленький и слабый, ничего себе не представляет. Но когда появляется, скажем, сильный лидер, который обещает, что он поведет нацию к каким-то там невероятным совершениям, завоюет новые земли, построит новый порядок, то эта личность очень сильно подкупает. То есть человеку хочется идентифицировать с этой силой, чтобы почувствовать себя частью ее. Следующий слайд. Следующий. Есть разные концепции авторитарной личности. Сейчас нет времени на это останавливаться. Еще на чем я хотел бы остановиться, это то, что сам тоталитарный режим, когда он приходит к власти, то есть авторитарная личность, по мысли авторов концепции, она тоталитарный режим и приводит к власти, но потом тоталитарный режим начинает жить уже своей жизнью. И потом он, собственно, личность перемалывает. Ханна Арит, она впервые вела понятие «Тоталитарная личность». Это было в 1951 году, когда она издала книгу «Истоки тоталитаризма». И она писала некоего человека, который был сформирован в фашистской Германии, в Советском Союзе, при Сталине. То есть если обобщать, то для таких людей характерно чувство изолированности, то есть общество, в которых возникают фашистские режимы и другие тоталитарные режимы, оно характеризуется томизированностью, разрозненностью людей. Во-вторых, это то, что у людей в таком обществе нет моральных норм, общечеловеческих. То есть поскольку человек он обособлен, то он думает только о себе, остальные люди ему достаточно безразличны. Далее топорная управляемость, сверху абсолютная приспособляемость, отсутствие самопытности, индивидуальности, преемственности во взглядах, фанатизм и самоотречения. Ну, для иллюстанции можете прочитать роман Джорджа Орелла, 1924, там это все в деталях красочно описано. Следующий слайд. И Ханарин поясняла, что основная функция репрессии в тоталитарных государствах, это лагеря, куда отправляли несогласных, ГУЛАГ в Советском Союзе, концлагеря фашистской Германии, главная их функция, она вовсе не в борьбе с какими-то угрозами режиму, не с оппозицией, потому что оппозиции в то время там уже не было. То есть, основная функция – это устрашение. То есть, показать каждому человеку, что его жизнь ничем не защищена, никто его не спасет. Ну, и как она поясняла, что, собственно, как бы эта цель, она была достигнута в Советском Союзе, что все перестали друг другу доверять. Ну, как это объясняется, что если, например, была такая ситуация, кого-то в семье арестовывают, то обычно что делали эти родственники? Рассказывали вам? Там, бабушки, дедушки? Обычно они пытались сменить место жительства, бросали все имущество, ехали куда-нибудь там в другой город или в другую деревню. Часто еще меняли фамилию, чтобы откреститься от своих родственников. Ну, иногда официально отрекались. То есть, по-разному. Но пытались порвать все связи с теми, кто был репрессирован. Ну, и, соответственно, предполагалось, в общем-то, есть такая установка из советского воспитания, что никому нельзя ничего говорить, что ты думаешь. Это как бы из поколения в поколение передавалось. То есть, конечно, на поверхностном уровне люди общались, но то, что касается как бы сокровенных мыслей, это было таким табу, о чем говорить очень опасно. Ну, мне вот уже говорят, что время заканчивается. Следующий слайд. Ну, еще есть пару минут? Да. Что касается талитарной личности, то в 80-е годы начался большой проект, который назывался «Советский простой человек». Он проводился Левада-центром под руководством Юрия Левады и его коллегами. То есть, он продолжался примерно 20 лет. И целью Левада-центра было создать портрет типичного представителя советского общества. То есть, потом этот типичный представитель был назван термином «советский простой человек». Ну, вот на этом слайде вы видите признаки этого простого советского человека. По данным Левада-центра, то есть, ему характерен миф о бесключительности или особости нашего советского русского человека, его превосходственно другими народами или, по меньшей мере, несопоставимости его с другими. Его принадлежность к государству взаимозависимость, социального инфантилизма, ожиданий, отеческая забота от начальства и контроля над собой, принятие производства властей как должного, уравнительные антилитарные установки и соединение превосходства с ущемленностью, к умственной неполноценности. Ну, или другое описание, следующий слайд, которое Юрию Левадису принадлежало. Это принятительная самоизоляция, но, помню, что Советский Юз был закрытым государством, которое противопоставляло себя другим народам, странам, государственный патернализм, то есть зависимость от власти, восприятия власти как некой отеческой фигуры, галитаристская иерархия, то есть с одной стороны это принцип не высовывайся, будь как все, будь как человек массы, а с другой стороны уважение к официальной иерархии, там противной иерархии, чиновничьей, и имперский синдром, то есть Советский Союз был в империи, так же, как и Российская империя, и поэтому имперские чувства они очень характерны для человека советского, и в имперском комплексе человек он может так же чувствовать опору для своего самоутверждения. Ну и по мнению представителей водоцентра советский человек он по-прежнему жив и здравствует, хотя выросло поколение уже после Советского Союза, но эти нормы они передаются и собственно как бы все мы в себе можем те или иные черты простого советского человека наверное найти, если поискать. Спасибо за внимание, основную часть выступления за это.